Играет музыка Итак, здравствуйте дорогие интернет зрители, с вами снова Скубер и Кот И значит это четвертая серия нашего прохождения Silent Hills, первой PlayStation Всем привет! Привет! И мы продолжаем, в прошлой серии мы взяли с вами медальку серебряную, сыграли музычку на сломанных клавишах И теперь надо нам ее поставить на место Где ей следует быть? Следует ей быть вот тут Ой, серебряная луна Да, что ты путаюсь, я так на селик, ага Ой, а что это? А, меня же, блин, этот школьник покосал Да, слушай, ништяк О, четыре всего Ну ладно, что ж Выпьем фунфурик, да Нормально И применяем, значит, нашу медальку Серебряная луна Ну окей Что за звук? Почему никого нет? Так Не-не-не Не, на самом деле надо, вот я знаю Вот эта дверь сейчас должна открыться Дверь башни заперта Стрелки остановились Ну, по, на 5-0-0 А были 10 тогда, помнишь? Да Первый раз, когда смотрели Так, 5-0-0, 17-0-0, да А тут мы пермида головы А тут мы пермида головы Не-не, пермида головы, это чисто вторая часть Так, ребятушки А я думал, она сразу откроется Ну, придется побегать, наверное, кого-то там Поискать 5-0-0, интересно Не, давай-давай-ка еще раз Что за ерунда такая Хм А-а-а Пойдем-ка, наверное, мы с тобой в бойлерную сходим Кстати, мне тоже почему-то сейчас эта мысль промикнула Только на пузечку нажать, наверное, надо будет Да Сейчас, скорее всего, там он заработает Куда будет свет или тепло? Да, да, ой Куда-то не в ту сторону, да, надо назад Нет, все-таки для 99-го года вот свет Вот как вот здесь вот располагается на полигонах Блин, ну, хорошо, мне нравится Да, по графической части игра была, можно сказать, прерывом Мне кажется, вот Как бы так сказать Если бы вот она делалась сейчас, эта игра, да Не нужно было фигачить там конкретную графику Вот это все приближено, знаешь, такому Так И более к рисованному Нажимаем Да, нажимаем Более вот как будто карандашом нарисовано Было бы очень интересно Мне кажется, играть, такой свой стиль был бы Запустились Ядерный реактор Ну, и здесь там может быть что-нибудь Так, нет Тут все то же самое он нам говорит Что вентиль он не хочет крутить Устал Ты понял, да, в современных играх Сейчас, да, ну, куча подсказок на самом деле А вот здесь вот, ну Я бы, допустим, привыкшим к современным играм бы Да, 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 я про это тоже Подойти, да, там, к какому-нибудь там Надписи какой-то, знаешь, там Ну, она неактивна, неактивна Ничем не выделяется Да, 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 да А тут надо все проверять Получается, что Сейчас игры в большинстве своем Играют, как говорится, сами в себя Да Ой, да господи, что я Куда-то побежал Ладно, мы с этой стороны войдем В принципе В этот самый В сад В сад Так Ну, сейчас Должна открыться Жуткая музыка Даже музыкой-то назвать нельзя Так, вот, видишь, мы зашли Ага А вот эти лестницы Тут на самом деле сейчас Когда вот до этого места в детстве дошли У меня просто Что-то в голове логика сломалась То есть на тот момент Приблизительно даже ничего такого в играх не было Тут же сюрреализм полнейший То есть в этой игре И Вот мы прошли, да Вперед идем Опять вот какая-то лестница Гарри В квадратных туфлях Очень модных Да, еще квадратный Гарри Да И вот мы вышли Ну, куда-то вперед Снова Через дверь Да Ты прав, Гарри Где мы И мы вылезли там же И вот это Ну, просто Я здесь уже был Я себе такие же вопросы задавал На самом деле Мы с Лехой Тоже Только вот, видите Изменился Знак Как он? Знак Самоэля Я не помню этого Быть здесь уже Ну да, действительно Не было Так Так И вот Нехорошая музыка Ты, Константин, у нас любишь, да Вот такие звуки? Да Особенно с утра Да Ну что же Теперь нам предстоит исследовать Эту же самую школу Но В немножечко Измененном виде Заходите Ага, закрыто Что-то еще рано нам в школу, наверное Нет, школу нам не рано Просто с этой стороны рано Здесь у нас будет Открыто Ну вот Оооо Ой-ой-ой Мимо мажешь Еще вот Лупи Лупи, пацанат Сзади Да чтоб тебя Лежать Парень Что-то Так, я фонарик выключил Жал на все кнопки подряд Вот смотри Что произошло со школой Это вообще кошмар То есть Слушай, ну мне вот Какие-то ржавые Что-то нравится Мне нравилось То, что, знаешь Пол вот такой Из сетки Вот этой И вот эти вот стены Которые вообще ржавые Непонятные Да-да-да Классно Вообще Прям Ой-ой-ой Это что из-за Чудеса На виражах Какие-то вкусняшки бегают Да, не очень Вкусняшки на самом деле Какие-то тараканы Безумные И еще-то здесь Ничего нету Насколько я могу понять Или не понять Надо убегать Так, где мы вообще Так, это мы в спортзал зашли А там он был Кстати говоря Закрыт Это, наверное, физрук Где-то С трудовиком Детишки там Играли в баскетбол Вот И Заигрались Немножко Так Ой Что-то я вообще Это у нас Вход Ну давай тогда уже Пробьем этот коридор Да? Ну да Помаленьку Сейчас все пробьем Посмотрим Это мы Это в классную комнату Мы, кстати говоря Зашли Что-то здесь Произошло Видимо После Как обычно Да, в школах Летом делается Ну какой-то ремонт Легкий Да? А вот В этой школе Как-то Не сделали Видимо К новому учебному году Не обновили И стены Не-не Мне кажется Просто Эта школа Вот как раз В курсе После вот Ну Конец учебного года Вот Они обычно За лето Они по новой Страиваются Как подходили Примерно Знаешь Да что ж ты Мажешь-то А? Ой Три По-моему Там сейчас Будет очень плохо А фонарик-то Не Нафиг Не надо Бей Да что ты Мажешь-то О Надо бить Так Там еще один Парняга Надо бить Пацанов Надо бить Не Внутри Это же Скач Конечно В одной комнате Это очень Жестко На тебе Вот так С сапогом Было прикольно Если бы с них Еще что-то Выпадало Да Черт Надо Сильно Занямкать Да Фонфурик Сейчас мы Выпьем Ладно Пойдет Пока Да маловато Наверное будет Да ладно Влияет его Здоровье На передвижение Там По-моему Нет Так Вон Я вижу Фонфурик Стоит Фонфурик Бери Так Настойка Это я Оставил Да После уроков Ну Это мало ли Чего Так У нас их три Че мы вообще Пробьем По Че у нас есть Две аптечки Патронов 27 Да Патроны расходуются Довольно быстро Так Сейчас тогда Перезарядимся Вообще Их 20 осталось Да Не густо Не густо По патронам Сбукой потратил Патронов Сейчас вот этих Трех Да Много Молоко Ушло Скажем Так Теперь нам Надо возвращаться В тот коридор Возвращаемся Назад Ага А че Это дверь Нет Закрыто Ну да Это дверь Дверь В другой стороне Хорошенько Так Вон Кто-то идет Красава 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 Так Че у нас тут Тут у нас Нет Двери у нас нету Так Вот у нас дверь Так О Это хорошо Так кстати Это медпункт По моему и есть Да Ну да Так же само Да Тоже здесь Сейволка Хорошо Ой-ой-ой Отлично Это бонус Прям Молодцы Ну медпункт Все таки Я сегодня кстати Общался с одним Своим другом Ну он такой Как сказать Начинающий Геймер Что ли Начинающий Он на компьютере Ничего не делает Кроме как Ультра играет Ну вообще Он нам как бы Так нужен Вот И это Он говорит Что Ну Первый раз встречаю Вживую Такого человека Который говорит Что Он не может Играть в шутеры Потому что Ну Его реально Очень серьезно Укачивает Укачивает? И мы выяснили Сегодня почему То есть Его реально тошнит Да То есть Он не может Выграть в игры От первого лица Интересно Я его реально Я ему поставил Half-Life Второй Ну так просто Когда-то была такая Тема Что Народич Жаловался Что из-за второй Half-Life Много Вылилось Остатков пищи На клавиатуры Да ладно Я такого не слышал Никогда Когда его Выпустили Короче Была такая Весть Ну и вот И То есть Там Какие-то Ну Раскадровка Такая что ли Или как То есть Что влияло Я залажался Говорил что Это из-за того Что Какой-то Градус Под камерой То есть Камера Имела Какой-то Обреденный Градус По отношению Видимо К земле Что Вообще Ужас Смотри В хорошем Мире В нормальном Это была Картина Здесь Это стало Дверью Классно Если Это и дверь Здесь нет Ни замочной Скважины Ни даже Ручки Она Она немного Поддается При толчке Но открываться Не желает Что Это Так вот В итоге Короче Мы пришли к выводу Что Ну я ему дал В центре двери Есть узкая Горизонтальная щель Сейчас Ночитаем Зачем Она нужна Ну Карточку Ты же брал Да Да Я думаю Это карта В общем В итоге Короче Я ему поставил Dead Space Ага Ему она очень понравилась И он у нее Отлично Поиграл То есть Это именно В Half-Life Да Такая тема А вот Вэкшены Да Ну ставишь Кричекшен Ну его тошнит От первого лица Им очень интересно Ну он говорит Что мозг воспринимает Говорит Как будто я двигаюсь Ну как так Ты же понимаешь Что нереально Ну вот как-то вот так Ну это как вот Сейчас Знаешь У многих Сейчас в 3D Глючит В общем Мозг И они Воспринимают Это Надо было просто В детстве Больше так Руссили Хрутиться Вот что я говорю Тренировать Вестибулярный аппарат Так Снова мы вышли В этот коридор Сейчас мы Будем пробивать Что у нас здесь Так вот Хорошая раковина Что-то Чем здесь Вообще Школьники Занимались Ты как пивные Бутылки Знаешь Главное Кабинки Туалеты Такие Беспадивные Да Ну это В принципе Это мужской Туалет Все равно Ну да Так Что это у нас Что у нас О Патрончики Это бонус Это бонус Это бонус А в фильме Тут по моему Вылазил чувак Где-то Да Тот Который с ногами Ну в фильме Да Было то что Там Ух ты Вот Дробовых патронов То бишь Соответственно Где-то Уже Дробович Мы найдем Дробовик Это радует На самом деле Это на самом деле Очень радует Так Ну-ка Подожди Посмотри на стену Ага Я вижу там Это не стена Это у нас Вот Парнишка Да он же не пройдет Так Интересно Это уже Застрелить Можно На деле Нет Да он че-то ходит Треба справа Вот дубины взять И немножечко Приладить Ножичек Ты ни разу не использовал Да че-то пареньо Куда-то уходит Ты ему не А не Возвращается Давай-давай Лупи Еще Эх Мимо Нет То есть Надо нам Проходить Через эту Тему И там Ты сразу Заряди его Разбираться А Как это и не дверь Слушай Нет Пройти нельзя В общем Это стена Это стена Ну и ладно Тогда что Уходим Отсюда Так Дожди А куда надо Уходить Отсюда Это два Туалета Через туалет Наверное Нет Ну да Действительно Кстати А куда Это я немножко А вот Да Непонятно Даже немного Ради чего Я ничего не понял Я тоже ничего не понял Как мы сюда попали Нет стены Слушай Вот он Начинается Этот сюрреализм Туалет Этот Телепорт Что ли Ребята Что-то Или мы Тупим Или Действительно Я вот этого Вообще Не помню Что такое Происходило Так Сейчас Заходим В мужской Туалет Как сказал бы Сантехник Этой школы Тут без рюнки Не разберешься Это точно Вот еще Ну вот здесь Мы не были На пол Видишь Сталось Оооо Смотри И вот здесь Как раз и будет Эта вещь Про которую Ты говорил Да Вот какой-то Ужасный Труп Измученный И здесь Смотри Что лежит У нас Дробовик Да Красота Ну если тебе Распятый труп Жуть какая Если тебе дробовик Значит Вполне Будут сейчас Должны быть Крутые Леонард Райан Чудовище Рядом Ну Я помню Здесь будет Главарь Чудовище Рядом И что это Должно Означать Здесь будет Главарь И главарь Этот будет Такая Такой Нехилый Червячок Или Гусеница Что-то Вот такое Это же на самом деле Все враги С которыми Мы встречаемся Это все Страхи Олесы Эта вот Девочка Которая История Запутанная На самом деле То есть Олеса Это по сути Та же Шерил Так Кто там На камеру Повернуть О Ое-е-е Надо бы Ай-яй-яй-яй-яй Надо бы Это Валить Страхи Мотаться Хорошо Да что Режет Хорошо Пинаем Пинаем На самом деле Да Надо бы Так И тут Кто-то Жук Переросток Так Интересно Вот эти шкафчики Они вообще Открываются Или нет Ты бы Полечился Да Ты прав Стоит Полечиться Так Что у нас Тут Ничего Сейчас Полечимся Идем Дальше Так Вот Это хорошо Так Что-то Я видел Лежит еще На столе Синенькая Ох Телефон Два Беструбки Беструбка Кажется Телефон Сломан Логично Да Беспроводной Уже В то время Был Так Тоже Как-то Шкафчики Не хотят Открываться Ладно Уходим Ага Дадди Help me Дадди Where are you? Хм, итак, вот мы по беспроводному телефону, в общем-то, услышали голос своей дочери Шерил, значит она действительно все-таки, наверное, в школе. Надо проверять. Да, в этом, представляешь, адском мире, вот такая вот маленькая девочка. Так, ну, это вот стенка, это получается, вот мы ее прошли, да? Ага, вот на карте тоже Гарри отметил, что непроходимая тут стена. Так, камера не свертится. Так, лестница здесь, ага, здесь закрыта. Мне просто интересно, вот здесь сейчас, что нужно сделать? Теперь открыто. Что нужно сделать? Что в школе нужно найти? Или открыть, может быть, вот. Так, ой-ой-ой, вот что это? Школа, какие-то игрушки. Игрушка какая-то, на самом деле страшно смотрится здесь, в этом мире. Вот эти вот, вроде бы, привычные вещи, да? Мячик, да. Ну, здесь они абсолютно не к месту. Так, ну, вроде бы здесь больше ничего не происходит. Это вообще какие-то каталки, да? Ну, да. То есть, больных на которых возят в больницах. Это школа, черт возьми. Один из страхов. Да, на самом деле, она же, когда вот сгорела, она очень долго мучилась в больнице. И все вот это медицинское утвари ее очень сильно пугает. Это тоже классика, и в фильм это перебралось, помнишь? Да, да, да. Был момент, где великолепный Пирамид Хэт, главный героинь там, пытался зарезать в такой комнатушке с огромным вентилятором. Тоже, да, на самом деле, довольно жуткое зрелище. Я смотрел на ebay, вот Пирамид Хэт, ну, как атмосферно все-таки. А? Просто каких-то бешеных денег. Сколько? Ой, я, честно говоря, вот точно не помню. То есть, десятки тысяч рублей, что ли? Нет, не десятки, конечно. Ну, они там, знаешь, разные, есть детализация разная. Ну, соответственно, и цена, ну, то есть, качество, понимаешь? Сам понимаешь, качество. Так, ладно. Хрен с этими жуками. Не будем на них тратить патроны. Что здесь вот? Мы опять зашли сюда, и что? А, это спортзал, мы же здесь были. То есть, мы сейчас с тобой идем на второй круг. Ну, я думаю... Сейчас я посмотрю, сколько бейб стоит. А, давай, да, погугли, как говорится. В общем... Ладно, идем на второй этаж. Здесь мы, в принципе, везде были. Справляемся на второй этаж. Особо не буду искать, там, по цене. Ну, вот, в общем, статуэтка. Вот такая вот, с пирамид хэдом. Ух ты, как классно она выглядит. Это реально пирамид хэд, причем не из фильма, а из игры. Она стоит. Кстати, мне он гораздо больше нравится, чем в фильме. В фильме он какой-то такой гламуренный уж слишком, вкачанный какой-то. В общем, короче, она стоит на данный момент 11729 рублей 47 копеек. Кошмар. Еще и 47 копеек, это просто жутко. Ну, это курс, потому что курс. Но они разные есть. Здесь прям продают, прям, ну, вот эту, саму голову пирамидаль. Причем именно смысленно хэллоуин маску. Кошмар, сколько их здесь. Это просто жезст. Могу убегать. Валим пока отсюда. Да, короче, маска 7799 стоит. Патронтажа-то мало, что-то возьмем. Так, ладно, возьмем. О, хорошо. Это радует. Так. Зайдем в эту же, да, получается, комнату классом. Да, где они были, еще подбили. А, представляешь, где-то рюкзак есть. А, кстати, отсохнулся здесь. Да что ты, блин, сразу же. Так, а здесь пусто, да? Ой-ой-ой, какая музычка. Музычка всегда шикарная. Ну, это на самом деле все Акира Ямаоко. Все вот это писал. И вот с первой части он, конечно, уже начал работать на полную. Так, ну-ка по дальней стеночке пробежимся. Но на самом деле его талант раскрылся. Это вот полностью. Это во второй части, я считаю. Там просто великолепный саундтрек. И вообще вторая часть это во многом идеал. Так, надо срочно фумфурик заюзать. Так, есть. Вот так тебе. Так, это у нас, что это, в другой коридор получается, да? Нам, в принципе, сюда и надо. Там мы были. Так, идет один товарищ у нас. Эти товарищи, которые совсем не товарищи, скажем. Да ешкин дрын, а! Куда ж ты вот стрелял-то, а? Мне вот интересно вообще. Бегает. Да. Ты знаешь? Ты бы тавлеточек съел? Ты бы тавлеточек съел, да. Предлагаю заюзать большую аптечку. Так, перезарядимся. Заходим. Ага. Вот, это первая дверь, которая не открылась. На самом деле, не радует, когда какая надпись появляется. Ух ты, смотри. Ух ты, шикарная картина. Нет, вот на самом деле, смотри, да? Вот, не устаю повторять, что графика на самом деле, ну, по современным меркам слабенькая, конечно. Но вот по атмосферности, да, по дизайну, именно, ну, просто шикарно. Ой-ой-ой. Помнишь, мы здесь были? И опять кто-то здесь, даже в адском мире. Так, что ж там будет-то сейчас? Так, нет, в шкафах ничего нет. Ладно, подходим. Сейчас сюда что-нибудь выпрямлю. Ага. Ну и? О-о-о. В общем, в адском мире кошке не повезло. Кота разорвало. Явно. Внутри также ничего нет. Это вообще микроволновка, наверное. Не сушите котовую микроволновку. Может быть, да. И опять же, внутри ничего нет. Странно, странно. Ой-ой-ой. Черт возьми. Это было палево. Ух ты, ключ, да? Угу. О-о. Это интересно, ключ библиотечного фонда. А тогда он был открыт. Сейчас, значит, закрытый, да? Черт, я, блин, не наложил. Так. Класс музыки на этот раз закрыт с пианино. Так, ладно, идем. А, библиотечный фонд. Вон он наш где. Ладно, пробираемся потихоньку туда. Нам бы еще псейволку. О-о-о. Псейволка в медпункте. Да, и она одна. Так, смотрим. Это второй этаж. И здесь закрыто также. Так, идем тогда. Нам надо вернуться назад. И попробовать через ту дверь. Но мне что-то подсказывает, что сейчас также придется нам через ту дальнюю лестницу пробираться сюда. Скорее всего. Так. Это тоже может быть. Ну, все равно нам идти назад. А ты что хочешь? Куда ты назад хочешь? На сейволке? Ну, было бы неплохо и засейваться, кстати говоря. И нам надо в этот коридор попасть. Вот, видишь? Погнали. Так. Бежим. На всех пора. Дочка ждать не будет. Так. Да ну у вас в задницу. Да что ты гадина такая. Ну, какая гадина. Что-то я не туда, по-моему, дернулся куда-то. Да ну нафиг. Там же и вышел. Ну, это вообще жесть. Кругу пробежался. Да твою мать. Перестрелять бы вас все-таки здесь. Беденыш. Да здесь-то вы откуда? Мать ваша. Пройдемся здесь, по этому коридорчику. И посмотрим. У нас, кстати, есть ключ же, да, от библиотечного фонда. Или что? Позабыл. Так, дальше. Ага. Так, здесь у нас ничего нету. Так, пробуем открыть эту. Ага, закрыто. Ну да, как и в нормальном мире, собственно, было. Так, мы использовали ключ от библиотечного фонда. Что ж там будет-то? Так. Что у нас по жизням? Ну, в принципе, более или менее. Ага. Ну, по крайней мере, тишина. Это радует. Какая-то книга, но она нечитабельна. О! Это бонус. Ой. Это кто-то стучится. Твою же ж мать, а. Вообще хорошо. Что это? Название книги «Чудовище ряда». Там помнишь написано? Да. Проявление заблуждений. Примером чего является полтергейст. Негативные эмоции наподобие страха. Волнение или стресс обладают энергией, способной физически действовать на окружающий мир. В частности, ночные кошмары в некоторых случаях способны вызывать этот фенал. Однако, источниками подобных явлений, судя по всему, являются не все люди. По неясным причинам, подростки, особенно девушки, чаще взрослых, инициируют их возникновение. В принципе, я так понимаю, это нам немножечко начинают вводить в курс дела про Олесу. Эти книги мне без нужды. Мне вот всегда интересно было, да, вот идет он, главный персонаж, вот здесь куча книг. И вот он, раз, смотри, да, написано эти книги мне без нужды. То есть, он понял, что, так, броским таким взглядом, что эти книги ему не интересны. А вот ту именно я все-таки прочту, потому что она открыта была. Так, ладно, идем дальше. Интересно. Так, я так понимаю, это вторая часть книжки. Услышав это, охотник взял лук и стрелу и сказал, я убью ящера. Но прежде чем вступить в бой со супостатом, он встал поводаль и закричал, дразня врага. Мне не страшен старый ящер. И вот, услышав эти слова, ящер зашипел. Я проглочу тебя одним махом. И ринулся смелого охотника, широко разинув пасть. Этого-то и ждал охотник. Спокойно накянув лук, он выстрелил прямо в разверстую пасть страшилища. И стрела, беспрепятственно пролетев мимо острых зубов, пронзила беззащитную глотку. И ужасный ящер пал на землю мертвым. Вот так вот. Это из старой волшебной сказки. Помню, я ее читал, когда был маленьким. Интересно. Ну, по-моему, это здесь уже есть какой-то намек на битву с боссом. С главарем. Помнишь, в детстве мы их не боссами называли, а исключительно главарями? Ну да. А ты еще спрашивали, а ты замочил там главаря вот того-то? Ты говоришь, я нет. А, я-то вот завалил его. Было дело, было. Да. Так что вот это намек, по-моему, был на этого червя. Как его бить? Он там тоже будет разевать пасть. Так, что у нас там дальше впереди? А, вот мы и попали в тот коридор, да? Последний. Нам надо идти в это. На первый этаж, такой этаж, второй же? Это второй, да. Нам надо первой идти. Почему ты так решил? Потому что нам нужно засейваться. Ну, это тоже верно. Так, библиотека, класс. Так, короче, надо... А, здесь еще не пускают нас. Надо засейваться. Ага, здесь закрыто. Да что такое? Что нас вообще никуда не пускают здесь? Это... Леха. Да ну? То есть здесь закрыто, нужен ключ, да? А здесь тупик. Не все так просто. Так, тогда, короче, мы... Надо водить. Да, сейчас. Надо водить. Открываем дверь. Открываем дверь, пробегаем, бежим вниз. Бежим вниз к сейверу. Потому что... Потому что потому... Могут нас вольнуть. А мы давненько не сейвались. И это как-то напрягает. Так. Аксей Валки нам пройти... А-а-а... Так. Опять же таки. Через вот эту вот комнатуху. С музыками? Да-да-да. С пацанами. С гопничками. Валиками? А, нет. Не с гопничками. Куда ты забежал в тупик? А, здесь. Мы все приведели на работу. На ней там в жугу. Так, вот она, дверь. Так, прием на медпункт. И открыта. Так. Приемная медпункт у нас дальше вот здесь. Так, ну да. Сейчас мы тогда... Сейваемся. И тогда увидимся с вами уже в следующей серии. Вот. И продолжим наше путешествие по адской школе. В общем, с вами были, как всегда, Скудер и Кот. Всем пока-пока. Всем пока. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...